Например, ты скажешь, как у тебя дела? У меня сегодня умерла там собака, мама куда-то ушла и ничего больше нету денег. Во-первых, мужчины русские, что в них очень хорошо, это страсть, они для женщины все готовы. Все время я говорю, ой, это неправда, неправда, а потом в душе у меня просто все болит. Тоже неправильно. Ну, давай все, если купил, купил, отдавай. Давай начнем с того, что расскажи про себя, когда ты переехала в Америку, как тебя зовут? Ну, где-то 10,5 лет я переехала в Америку, сначала мы попали в Мэрилэнд, и самое интересное для меня, как бы, шок вообще системы страны, было то, что оказались в субборбс. Такое ощущение было, как будто мы на даче, но это и город. Я помню, я не понимала, а где дома, то есть, а где улица, где сам город. Он есть, но он совсем немножко по-другому, как субборбс. Америка более, как бы, не, даже не сказать, это более такая субборбс. Люди имеют дома, люди имеют территорию. Только в больших городах есть, как бы, понятие города. 8 лет ты приехала? Нет, 10,5, да. Я ничего по-английски могла сказать, да, нет. Я помню, когда я пошла в школу, меня спрашивают, как тебя зовут? What's your name? Какие у тебя интересы? Я говорю, yes, no. И у меня такая паника была, потому что я ничего не понимала. Я помню еще, во-первых, мне мама выбрала юбку и блузку. Блузка была там, у них такие butterfly, бабочки были. И я решила на всю неделю носить, потому что в России мы выбирали там один наряд на всю неделю. И как бы все смеются, во-первых, почему девочка в юбке так одета формально? И почему она каждый день носит это? Знаешь, такие говорят, dirty girl, dirty girl. То есть нечистая, нечистая. А я не понимала, чтобы менять каждый день одежду, тоже непрактически. Короче, я ничего не понимаю. Мне что-то говорят, я говорю, yes, no. И мне родители купили Disney Box. Disney Box, потому что там слова, которые легкие и много картинок. И я еще начала смотреть телевизор. Много-много телевизора. Программы, как Save by the Bell, всякий cartoon. Потому что то, как ты понимаешь, ты быстрее начинаешь понимать, что слова значат, смотря на картинки, картинки или телевизора в эпизоде, или в книжке. И потихоньку я начала понимать более, как говорить правильно. Потому что ты можешь знать много слов, но в моменте, когда быстро с тобой говорят, когда быстро что-то происходит, очень трудно иногда эти слова использовать и говорить, как люди, которые тут живут. Вот пока ты здесь в Америке, какие особенности воспитания детей ты заметила? Русский versus American? Очень, да, очень интересный вопрос. Потому что я сама в какой-то момент начала спрашивать, кто я, или русская, или американка. Потому что я приехала сюда почти 6-11 лет, но я прожила большинство своей жизни тут. И я и не русская, и не американка. И все равно задаю, что по культуре мне более русское, что по американскому. Американцы очень простые, открытые. Ну, конечно, опять зависит откуда. Но с американцами, которые я встречала, с которыми у меня друзья, очень открытые, очень простые. Но у них жизнь была более, я хочу сказать, простой и не такой трагедической, как, может быть, в России, или в те моменты, когда я была в России. Русские, наоборот, более закрытые, иногда более холодные. Но они тебе всегда правду скажут. Например, ты скажешь, как у тебя дела? У меня сегодня умерла собака, мама куда-то ушла, и ничего больше, нет денег. Но это реальность, мне и нравится. То есть реальность это и есть во мне. Иногда в американцах это более закрыто, потому что для них все good day, hello. Но зато у них есть эта простота, которую на тебя они вес жизни не кладут. Вы с семьей продолжаете русские традиции? А, вы с семьей. Так, меня Марина начала назвать вы. И, во-первых, это ты. She is my cousin. I'm not her aunt. Конечно. Какие у нас traditions? Во-первых, все, что мы делаем, семья в середине. Мне кажется, вот еще, как бы, другая часть американская. Это американцы очень independent. Это я, если у меня есть джим, все я для себя сделаю. В России все, как бы, существует вокруг семьи. Так что для меня семья и моменты с семьей это номер один. Так что я все время с родителями встречаюсь. Family dinners, мы ни в телефонах не говорим. Тапочки надо снимать, когда в дом заходишь. Прийти с подарком тоже. Икра должна быть на столе. Как Али, может быть, не черная, но красная. Но всегда, как бы, с семьей быть, это... Хочешь ты с ними быть или не хочешь, это самое главное. А, нет, ты заметила, что американцы родителям не помогают, когда родители... А, так, да. Да, во-первых, да, американцы более таки independent. Такое, как бы, я не знаю, если ты переезжаешь себе ребенок, многие сами, мои друзья, сами по себе свою семью, как бы, детей, как сказать, grow up. Возрастают? Воспитывают. 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 А в России приходят обычно мама приезжает помочь, или бабушка. Все, все участвуют в этом. Мне это очень-очень нравится. Потому что очень трудно, чтобы ребенка вырасти. Это takes the village to raise a child. Это не, как бы, один ты. И в Америке более, как бы, культура, capitalism, independence. То есть, чтобы я могу сам все сделать. Я и мой муж, я и мой партнер. Что из русской еды тебе кажется самым странным? О, что самое странное? Ну, селедка под шубой. Почему она должна быть под шубой? Слушай, что может сказать русский, но не скажет американец? Ну, я тебе поясню. Русский, например, очень любит давать unsolicited advice. Так, это легко. Так, вопрос, да. Что может русский сказать? Это я, вот, моя русская культура. Когда меня что-то спрашивают вопрос, я начинаю preaching. То есть, я вам все расскажу про жизнь, как правильно жить, как питаться, meaning of life. Американские спроши, они более, как, опять, просто, более reserved. Так что, например, русского спроси, как у него день, как бы, да, это, и все равно тебе сразу скажут, что все плохо, что кто-то ушел, собака умерла, и человек сидит с открытым томом, такой, понятно, я просто хотела знать, хорошо или плохо. Американец более закрыт, да. А американцы любят давать советы? Мне кажется, кто? Я бы сказала, наверное, профессора, или кто там, да, которые привыкли, что они, как бы, все им кого-то что-то учат, конечно, да. То есть, у меня есть менторы, которые очень любят говорить долго, как правильно, как неправильно. Самое интересное, что, да, я помню, когда я была маленькая в России, меня все учили, или родители, бабушки, люди на улице, мне говорили, как правильно вести себя. В Америке просто на тебя могут посмотреть, на тебя ничего не скажешь. Меня наказывали, как бы, люди, которые в нашем, это, жили здании. Как тебе можешь человек, который ты не знаешь, наказать? Меня учили. Они, знаешь, брали роль родителей. И это меня всегда так бесило. А сейчас я, наверное, сама это делаю. Прекрасно. А ты заметила отличие русских мужчин от американских мужчин? Да, я заметила. Могу я сказать, открыть на этот вопрос? Это у меня займет много, 10-15 минут. Во-первых, мужчины русские, что у них очень хорошая, это страсть. Они для женщины все готовы сделать. Двери открывают. Они ведут себя к мужчинам. Но иногда это слишком много, потому что более русско-американские женщины, они привыкли к индепенденту. И тебя становится слишком, это слишком много. Американцы, ты придешь иногда на ланч, они скажут, что вы сплетит? И ты говоришь, что сейчас произошло? Или ты пытаешься дверь пройти перед ним, а он тебя впереди проходит. Ну, не все. Опять, это в обоих мирах как бы существует не все. Но, может быть, русские мужчины более такие романтик, как бы манеры немножко другие. Потому что как их папа с мамой вели себя, более такие, я бы сказала, как бы романтикс. Как это романтикс сказать? Романтично. Романтично. В каком-то, ну да, романтично, я не знаю, если правильное слово. Потому что они открывают двери, платье, что они все для девушки готовы розы в первый день, когда с ней знакомиться, принести. Я не думаю, что у меня еще ни один парень в первый день не принес розы. А кто тебе больше нравится, русский или американец? Опять трудный вопрос, потому что посередине. Значит, моя культура, я посередине. Я интернешнл. Я и не американка сто процентов, и не русская. Так что я не знаю, пока русским, которым всю жизнь провел в Москве, наверное, нетрудно, потому что я очень индепендент. Я сама про себя думаю, хочу как бы сама командовать всеми. И для, мне кажется, для русского мужчины, который тоже привык в этой ситуации, ему тоже бы хотелось командовать и вести как это главный патриарк. Патриарк? Семья. Патриарк. Ну, главный патриарк. Вот. Американцы им все более ико. Но для меня иногда хочется играть роль женщины, а иногда хочется командовать с ними. А вот мне кажется, человек, который и видел американскую культуру, и даже всего как бы других частей мира, и русского, вот посередине. Который более exposed to international personalities. Да. Так, все мальчики, путешествуйте internationally. И в первый день приносите розы. А что американцы думают о русских? Каким стереотипам? Да, так, когда я говорю всем, что я там, I'm Lelia, I was born in Moscow, Russia, они говорят, ааа, спай, всегда, всегда спай. И когда, да, а твой папа физисист, о, все, ты этот, и сразу идет речь про политику, про политику, как мы влияли на ихнии elections, как, ну, сразу, что мы очень чем-то не доверять нам. Вот, но в том случае, они еще интересуются, потому что, как бы, мне кажется, после холодной воды, cold war, да, это, как бы, все равно происходит, этот стереотип продолжается, проходит дальше. Но отношения к тебе меняются из-за этого? Нет, когда я после, там, 2-3 минут со мной разговариваю, они понимают, что, как бы, как, ко всему есть, да, nothing special, то есть, да, как это есть покой, это saying, я не знаю, если сказать, как бы, the shit smells the same everywhere, знаешь, это, какашка, я, хорошая, какашка, какашка, везде пахнет одинаково, так что. Ты согласна с тем, что русские намного серьезнее относятся к дружбе, что они готовы ответить на звонок друг в глубокой ночи, приехать поддержать и так далее? Нет, потому что, смотрите, я приехала в эту страну, ну, в 11 лет, и у меня самые лучшие друзья, как бы, остались с того момента, когда я приехала сюда, они для меня, я уверена, что процент, если я позвоню, в любой час буду тут, конечно, с людьми, которые я сейчас познакомлюсь, с другими американцами, вот, я приехала в Сан-Франциску 3 года назад, и если я позвоню им, сделают они это, наверное, нет, позвоню еще с русскому, которым недавно познакомилась, сделает он для меня это или нет, не думаю, Все зависит от времени, и как ты с этим, какие экспириенсы у тебя были с этим человеком, так что зависит от человека, и сколько ты его знаешь, сколько ты для него делал, они для тебя тоже столько делают Так, ты веришь в какие-нибудь русские приметы? Я верю в все, в голове я знаю, что, может, приметы, как бы, не то, но, какие, скажи мне, например Ну, walking under the ladder Да, это я, да, вот, если там, сломать зеркало Я не верю, но я верю, так что, если встречать, я все время себе говорю, ой, это неправда, неправда, а потом в душе у меня просто все болит, да Так, и что бы ты посоветовала американцу, который собирается приехать в Россию? Я уже поняла про подарок, про снимать обувь Так, розы покупай Розы, кстати, ты знаешь, что американцы дарят четное число роз, всегда 10, 20, а у русских только на похороны так несут О, так, я это не знала Вот, вот когда в магазине просто берем Да, да, значит, если тоже надо Надо всегда 10 или 20 в России Надо одну вынимать Одну обязательно А это не то, что русские делают, чтобы саму себе одну остались Нет, потому что Ребят, подумайте Я куплю девочке цветы и один себе просто цветочек маме дам, знаешь, тоже неправильно Ну, давай все, если купил, купил, а давай Так, что подготовить? Во-первых, самая вкусная еда, надо все попробовать Номер два Самые красивые женщины И попытайся хоть одно или два слова выучить Потому что когда ты попытаешься просто Даже если русский приезжает в Америку или в какую-то страну И он говорит там, и скажет, I speak bad English То есть, потому что ты пытаешься сказать Уже люди более открыты Так что американец Особенно, когда приезжаешь в Россию Два-три слова и тебе все откроет мир Супер Да А тебе где комфортнее, ты бы думала, ну вот жить во всем мире Если одно место у вас Одно место У меня две кратерии То, чтобы я делала то по работе, что мне очень нравилось С людьми, которые я нравилась То есть, так что для меня это всегда будет номер один люди А вот номер два это то, что я делаю Так что не зависит Я могу быть, я не знаю Ну ты бы переехала обратно в Москву Да, если бы было правильно как бы по работе То, что мне очень нравилось С человеком, который я очень любила И с людьми, которые вот С support system Не только один, например, там муж Но support system То есть, моя семья, друзья И семья, друзей нету И трудно было Да Ну это сейчас сан-процесский Сан-процесский Марина и Дима есть Так что уже семья тут Чек Делаю, что я люблю Обожаю Чек Так что пока все работает Если они уезжают, проблема Марина Проблема Марина сейчас привязана к сан-процесске У меня появилась Эмили Так что еще лучше Жизнь вообще Эмили и я будем там going out Пока Дима и Марина спят Спасибо тебе большое Субтитры сделал DimaTorzok